Если недели ранее я чесал репу и думал о чем же мне говорить в очередном выпуске, была какая-то пустая неделя, то прошедшая неделя нам дала столько чрезвычайно ярких событий, что пришлось опять пожертвовать некоторыми обещанными темами. Так что не обижайтесь жителям Белебея, а также мамочке уфимских детских заведений по поводу проблем со стиркой белья. В общем, это все опять откладывается на будущее. А на этой неделе самое главное и самое яркое, что произошло буквально несколько дней назад. Конечно же, центральной темой недели была тема Шихан. Ну, собственно, это, наверное, не было неожиданностью, но все ждали, когда же, когда же. Были предположения о том, что начнется активная борьба осенью, и, в принципе, она, конечно, была привязана к началу вот этих вот работ по геологоразведке, валки леса, взрывам и прочим, значит, увеселительным мероприятиям, которые обещала содовая компания. Ну, в общем, все началось раньше осени, началось в августе. Август, как обычно у нас в России, месяц черных лебедей. И, в общем, вот на этой неделе черный лебедь прилетел в наш Башкирский Белый дом. Сырьевая компания, получившая право на геологоразведку и разработку горы Куштау, выдвинула технику и людей на склон горы и приступила к валке леса. 5, 6, 7 и, видимо, сегодня 8 тоже начали и продолжаются столкновения местных жителей и активистов, отстаивающих гору Куштау с этими войсками сырьевой компании. Войска эти состоят из нескольких родов. Это ЧОП, это какие-то, значит, лесорубы и еще загадочные мужчины в симпатичных масках с сумками на пузах. В общем, вот между этими силами и активистами, и местными жителями начались столкновения, причем столкновения эти начались физически и фактически. Уже есть определенные жертвы. Пострадало двое пенсионеров, людей очень преклонного возраста, причем женщина пострадала очень серьезно, у нее перелом ноги, ушибы ребер. И, ну, это довольно серьезно, и все это зафиксировано в травмпункте. Мужчина также получил ушибы, значит, и побои. Довольно значительное количество людей было увезено в Ишимбайское РУВД, прибывшим на место нарядом полиции, которые забирали тех, кто, значит, противостоял вот этим вот содовским войскам. В общем, конечно, на самом деле это были целые боевые действия, и они не могли не вызвать ни реакции в Уфе и в медийном пространстве. Ну и, естественно, на федеральном уровне довольно быстро эта тема ушла в федеральные СМИ, несмотря на то, что местные, значит, кураторы СМИ всячески заклинали этого не делать, всячески пытались это все дело выставить как мелким событием, однако таковым событием оно не являлось. Технически конфликт на этой неделе заключался в том, что активисты и местные жители требовали предъявить документы на право рубки леса. Они утверждают, что лес все еще не изменил свой статус и является охранным лесом, и рубить его нельзя, несмотря на то, что содовая компания получила лицензию на разработку этого участка. Тут, конечно, возможно казус, а возможно и нет. На мой взгляд, опять начались всевозможные игры понятиями и подтасовка документов в том смысле, что действительно есть четкое требование покажите документ на право рубки леса. В ответ говорят, что мы получили право разработки участка. Но есть понятие леса, есть понятие геологоразведки, вот здесь вот немножко о разных вещах идет лечь. Содовая компания или сырьевая компания, это, в принципе, наверное, суть одно и то же, утверждает о том, что у них все решено с мин лесхозом, однако не предъявляет никаких документов. Это версия активистов, версия людей, которые, значит, находятся на горе, которые вступили в прямой физический контакт с этими, значит, товарищами в красивых масках и пятнистых одеждах. Версия сырьевой компании заключена в том, что у них все хорошо, все правильно, идеально, и, как говорится, говорить здесь не о чем. Уже к концу недели МВД дало заключение, причем спешно, срочно, на удивление срочно, дало заключение о том, что у сырьевой компании все идеально в порядке с документами, и она в своем праве, и все правильно делает на склоне горы. Вот это тоже меня насторожило, потому что МВД довольно-таки медленно анализирует, как правило, документы, особенно сложные хозяйственные документы, ресурсов и специалистов у них не очень много, но в этом случае все случилось очень быстро и прямо совершенно категорично. Они буквально посмотрели, сказали, все в порядке, зря волнуйтесь, граждане. В общем, это тоже, конечно, настораживает, но важна и реакция власти, реакция самой содовой компании, сырьевой компании на вот эти все случившиеся события. Уже в начале недели господин Мурзагулов прибыл на свой очередной бенефис на Эхо Москвы. Собственно, у него было много поводов туда явиться, и мы сегодня про него будем много раз вспоминать, но в частности он говорил про гору Куштау, значит, и про вот эти столкновения, вот эти вот беспорядки, которые там начались. Ну, во-первых, Мурзагулов проболтался во первых строках о том, что он ужасно и панически боится шеесизации, как он выразился, протеста, что к протесту подключатся там какие-то сторонние силы темные, значит, какие-то профессиональные экологи и борцы за чистоту природы, и тут случится ужас-ужас, второй шеес, Мурзагулов тут же пригрозил всем, что, значит, все, кто перейдут там какую-то там воображаемую им черту, тут же, значит, будут арестованы и посажены, как он сказал. Ну, в общем, там очень сильно он брызгал слюной. На эту тему видно было, что, будучи вот этим кондуктором эмоций Белого дома, хабиров и власть в республике панически настроены к этой ситуации, то есть они понимают, что она может выйти из-под контроля, и они перестанут на нее влиять, а вот здесь, конечно, наступает очень важный реперный момент для власти Башкирии. Дело в том, что во многом ситуация с Куштау будет определенной лакмусовой бумажкой для Кремля. Справиться или не справиться с Хабиров в ситуации, вот это будет такой важный момент для того, чтобы оценивать вот уже надвигающуюся годовщину его нахождение у власти, да и, в общем-то, вопросов к администрации Хабирова в Кремле достаточно много накопилось, и если Куштау стрельнет, бомбанет и выйдет из-под контроля, это, конечно, будет огромной черной оценкой для администрации Хабирова. И даже дело не в том, что он там обязан кому-то и должен, значит, обеспечить комбинат сырьем, там, значит, и прочее, прочее. Главное, что должен делать Хабиров, это обеспечивать спокойствие на территории, потому что он уже принес присягу Кремлю вот этими вот немыслимыми процентами, которые он подал туда, в Центр избирком, показывая, что абсолютное большинство населения республики ему подконтрольно, лояльно к местной власти, готовы исполнять решения власти, и вдруг, значит, вот случается такая история. То есть категорически этого, конечно, Хабирова допустить нельзя. И Мурзагулов тут был проводником именно вот этих вот страхов. Конечно, то, как он формулировал это все, это было очень, с одной стороны, смешно, с другой стороны, конечно, это было стыдно, потому что он там валил на всех, на кого угодно, рассказывал какие-то байки про каких-то конкурентов, там, какие-то, значит, там, злобные силы гнетут несчастную соду, что нужно там следовать прогрессу и так далее, и так далее. Тут же он там, срываясь на виск, рассказывал о том, как он тоже любит природу, но только не бунтует против ее уничтожения. В общем, вот выглядело это примерно так. Но значительно интереснее было не вот это явление Мурзагулова по поводу Шихан на эхо Москвы, а значительно интереснее было появление в эфире все того же эхо Москвы, которое постепенно превращается в единственный достоверный источник информации в Башкирии, некого нового представителя БСК, который пришел именно разговаривать исключительно, естественно, на тему конфликта на горе Куштау и вообще сырьевые проблемы соды. Этим новым представителем неожиданно для многих, а для меня особенно неожиданно, стал Рустем Басыров. Очень многих заинтересовало, кто же пришел на смену Марине Бортовой, кто этот загадочный Рустем Басыров. Ну, благо мне очень несложно рассуждать на эту тему, потому что опять ко мне возвращается мое чиновничье прошлое. Рустем Басыров работал со мной вместе несколько лет. Я очень хорошо помню начало взлета его чиновничьей карьеры из маленького незначительного чиновника провинциального городка Стерлитамака он превратился в сотрудника администрации тогда еще президента республики Башкортостан, работал в управлении внутренней политики. Человек во многом примечательный, но наряду с этим и абсолютно неприметный. Выпускник Стерлитамакского пединститута, работал в администрации Стерлитамака по линии кадров и взаимодействия с общественностью. По образованию он историк. Каким образом попал он на содовый комбинат, мы поговорим чуть позже. Однако, поработав в администрации Хамитова несколько лет, Басыров переместился уже в Нижний Новгород, был приглашен в аппарат полпреда ПФО, и там трудился достаточно успешно. Последние примерно пять лет. И вот совсем недавно, загадочным образом, попадает на достаточно высокую должность заместителя генерального директора в башкирскую содовую компанию. Примечательно, что обсуждать конфликт сырьевой компании с населением на Эхо Москвы пришел представитель БСК, тем самым полностью подтвердив идентичность этих двух структур. Рустам Басыров, конечно, с одной стороны темная лошадка, с другой стороны абсолютно понятный человек. Это на сто процентов чиновник со всеми, значит, вытекающими отсюда последствиями. Человек бесконечно преданный своим хозяевам, кем бы они ни были. Потому что, скажем, когда он работал в администрации Хамитова, он, конечно, с яростью присущий всякому карьеристу, боролся с БСК, а Хамитов тогда воевал с БСК, значит, всячески отстаивал точку зрения того, что разрабатывать Шахана нельзя. И вот теперь мы видим этого персонажа на месте Марины Бортовой, штатным агитатором, значит, и пропагандистом Соды, который вот будет нам теперь рассказывать, как, оказывается, Шаханы разрабатывать необходимо. Я с большим вниманием прослушал всю передачу, которая прошла на Эхе на эту тему. Позабавил меня, конечно, подбор участников передачи. Оппонентами Рустема Басырова были Наташа Павлова и Артур Асафьев. Но более страшных противников на эту тему подобрать для Басырова было нельзя. Разгромлен он был на голову. Но надо, конечно, отметить, что Рустем Решатович был абсолютно неподготовлен к тому, что с ним случилось. Видимо, работа в высоких кабинетах в Нижнем Новгороде слегка немножко перекосила башню Рустему, в том смысле, что он полагал, что само по себе явление такого человека, как он в эфир Эхо Москвы, наверное, должно уже решить проблему и убедить всех в правоте башкирской содовой компании. Но нет. Рустем был категорически не готов к достаточно элементарным вопросам. Занял такую глухую оборону позицию чиновника из расчета «я все знаю и ничего вам не скажу». Особенно меня, конечно, позабавила его манера отрицать то, что он видит. Несколько раз он на достаточно серьезные и очень жесткие вопросы и Наташе, и Артура отвечал «я не знаю, я не видел». Это касалось, во-первых, Белых морей, которые ему попытались показать на карте, на спутниковой съемке. Он посмотрел на экран и сказал «нет, я не вижу их». Смотрите, стоки белого цвета, гугл карты, да, снимок. Вчера у нас в эфире Азамат Галин показывал, я решил посмотреть интересно. Летние фотографии, не весна во время паводка. А что это? Это вот тут вот, если посмотреть выше по гугл карте, там как раз белые моря. Я ничего не вижу. Где здесь бедные моря? Ну, отрицание очевидного, да. Также это касалось, когда зашла речь о редких растениях, которые находятся на горе Куштау, Рустем стал заявлять, что нет, там их нет, мы их там не видели. При этом они растут везде, чуть ли не во дворе, значит, офиса Башкирской содовой компании, ничего страшного не происходит. Одно из ярких заявлений, которое сделал Басыров в эфире «Эхо Москвы», было то, что в протесте на горе Куштау не участвуют местные жители. Вся буза началась, вот если мы сейчас о Куштал, да, возвращаемся к этой теме, в понедельник, когда наши лесники, геологи попытались, значит, начать, собственно, продолжить разработку, которую они начали, и мы внимательно анализировали и в понедельник, и во вторник, и в последующие дни, кто является, как бы, ядром организационным, кто в активе протестантов, там местных жителей не было. Потом они появлялись, появлялись активисты, мы всех их знаем, мы с ними в общении, в диалоге, но они подошли потом. И не в том количестве, как преподносилось в целом ряде СМИ, что БСК ведет, значит, войну с местными жителями. В ход пошел еще один аргумент. БСК не ведет войну с местными жителями. И опять пошли намеки о том, что это вообще происки каких-то злобных конкурентов, которые только хотят уничтожить стратегически важный объект, башкирскую содовую компанию. Конкуренты эти где-то там в непонятном затуманенном пространстве находятся, то ли турки, то ли американцы, то ли хуже того вообще, желающие производить соду по другой технологии. Технология содового комбината, по словам Басырова, является передовой и единственно возможной. Ну, в общем, линия защиты башкирской содовой компании в интерпретации господина Басырова была еще более примитивной, чем та линия, которую выстраивала Марина Бортова. Рустам Басыров нам продемонстрировал такое явление, которое в философии и психологии называется селенсизмом. Это такое явление, которое характеризуется признанием индивидуальной точки зрения единственно правильной. Ну, переводя на русский язык, человек пришел и сказал, я вот так думаю, а вы все дураки, и вы все неправы. Нехорошо, конечно. Зная Рустама как человека неглупого, достаточно степени образованного и постоянно занимающегося самообразованием, он даже автор некоторых трудов, одну из книг он мне как-то даже подписал и подарил, зная об этом, я не могу предполагать, что то ли Нижний Новгород его превратил в идиота, то ли такое амплуа он себе выбрал. Тут, наверное, все-таки некий аспект неподготовленности. Хотелось бы, конечно, если удалось сменить Марину Бортову на этом посту другим человеком, хотелось бы видеть и слышать диалог. Рустам Басыров, впрочем, признал, что диалог с местными жителями и людьми, несогласными с ситуацией на Куштау, недостаточно налажен со стороны БСК, и я надеюсь, что он его наладит в ближайшее время. Это во-первых. Во-вторых, конечно, вот этот тезис о том, что в простействе не участвуют местные жители, он, конечно, насмешил многих, но, кроме всего прочего, я бы отметил, и вот обращаясь непосредственно к самому Рустаму, сказал бы такую вещь. Рустам, а кто тебе сказал, что недовольны ситуацией на Куштау должны только жители окрестных деревень? Вот, например, я тоже недоволен. И Евгения Куцуева, у которой сегодня день рождения, тоже недовольна. И многие-многие недовольны. Многие даже за пределами Башкирии этим недовольны. Рустам Решатович, Шиханы – это природный памятник мирового масштаба. Если кто-нибудь в Бельгии, в Австрии или, не дай бог, в Монголии тоже будет недоволен тем, что башкирская содовая компания хочет превратить уникальное явление природы в белый порошок, вы не должны считать, что это происки врагов, конкурентов или, хуже того, людей, жаждущих лишить Российскую Федерацию стратегического объекта. Тут есть о чем подумать. Есть о чем подумать самому Басырову. Наверное, он в состоянии переварить эту ситуацию, если только он не поставлен в какую-то там очень неприятную колено-локтевую позу и не исполняет по бумажке тот номер, который ему прописали где-то совсем в высоких кабинетах. Резюмируя ситуацию с Куштау, которая была зафиксирована на этой неделе, я отмечаю, что процесс пошел. Процесс, судя по всему, будет долговременным. И, видимо, он только в самом начале, потому что сейчас идет этап накопления информации и, в общем-то, оповещения. Все знали про Куштау, но ситуация была такая замороженная, статичная. Сейчас она стала динамичной. Все ожидали событий, события начались. Все ожидали начала работы, работы начались. И вот теперь будет зависеть от того, насколько быстро и массово мобилизуется население республики на борьбу с башкирской содовой компанией. Содовой компанией, сырьевой компанией, я говорю, что на самом деле теперь это абсолютно идентичные два понятия. И, как говорится, тут чтобы без обид. Посмотрим, какое количество людей соберется 9 августа на объявленный флешмоб на горе. Потому что напрямую от численности участников этого флешмоба будет зависеть реакция местных властей. Позиция Белого дома пока неизменна и об этом поспешили заявить. На мой взгляд, излишне поспешно это заявление было сделано. Надо было оценить ситуацию. Но посмотрим. Дело в том, что я не уверен в незыблемости позиции Хабирова, несмотря на его многократные заявления о том, что он не изменит свою позицию. Я не уверен в том, что федеральный центр не одернет Хабирова и не даст команду прекратить новый ШИЭС в Российской Федерации. Он особенно сейчас не нужен федеральным властям. Во многом здесь все в руках тех людей, которые в той или иной мере выскажут свое недовольство вот этим варварским уничтожением памятника природы, который один из немногих, который находится на территории Республики Башкортостан и лишиться которого мы рискуем в ближайшее время. Второй по яркости истории прошедшей недели, конечно, была история неудачной рыбалки Азата Ансаровича Галина на озере Чебаркуль. Но многие в курсе того, что там случилось, по крайней мере того, что было показано по федеральным и республиканским источникам. Но я все-таки повторюсь и расскажу общую канву этой истории. Она примечательна. 31 июля Азат Ансарович Галин, руководитель правового управления администрации главы Республики Башкортостан, был застигнут инспектором рыбнадзора в процессе ловли рыбы на озере Чебаркуль. Инспектор рыбнадзора усомнился в правильности того, как Азат Ансарович вылавливает рыбу из водоема. И речь зашла о допустимых, недопустимых размерах рыбы, которые можно ловить вот в этом водоеме. На эту тему произошел конфликт между господином Галином и инспектором рыбнадзора. Инспектор рыбнадзора попытался составить административный протокол нарушения на Галина. И тут случилась, в общем-то, целая перепалка. Причем, ладно бы, на самом деле это была перепалка на тему рыбы. Перепалка очень быстро переросла совершенно в другое русло. После того, как инспектор предложил померить рыбу рулеткой, измерить ее размер, Азат Ансарович почему-то стал настаивать на том, чтобы мериться совсем другими вещами. Начал рассказывать о том, что он большой чиновник, почему-то депутат, хотя он депутатом не является и прочее, прочее. Конечно, переросло это в очень некрасивую перепалку конфликт с взаимными обвинениями. Но надо отдать должное инспектору рыбнадзора, который, в общем-то, повел себя предельно корректно и правильно в рамках того, как должен себя вести государственный чиновник. Он требовал документы, он требовал составления протокола и, как сказать, дальнейшего разбирательства. Что? На чей территорию хочешь? Пожалуйста, читайте. Да мне попи фиолетового. Читайте, пожалуйста. Ты на чей территорию хочешь? Читайте, пожалуйста. Это что за хрень такая? Это государственный инспектор рыбоохраны. Вот эта хуйня небольшая. Документы дайте свои, пожалуйста. Если вас, паспорт, покажи свой. Я вам показал, он служебное удостоверение. Вызывай наряд. Еще раз. Вызывай наряд. К слову сказать, ответственность за то, что вменял инспектор рыбнадзора Азату Галину, была, ну, на самом деле, ничтожно мала. Максимально штраф 5 тысяч, но, в общем-то, скорее всего, штраф бы составил 2 тысячи, и это было бы административное нарушение. Но Галин, который впоследствии утверждал, что он был трезв абсолютно, по всей видимости, талантливо изображая пьяного, ну, вот так это выглядит на кадрах, я не берусь утверждать, что он находился в каком-то там алкогольном или наркотическом опьянении, но выглядело все это странновато, он устроил из этого всего целый балаган, в итоге приехала полиция, протокол все-таки был составлен, но Галин начал выдвигать встречные обвинения, что, собственно, типично для чиновников подобной ситуации, когда, значит, должностное лицо не впечатлилось вот этими странными намеками на высокое социальное положение Азата Ансаровича, Галин перешел в контратаку, начал, значит, там, угрожать, начал говорить о том, что сегодня ты рыбинспектор, завтра ты не рыбинспектор, после этого перешел уже совершенно в недопустимую плоскость, и речь зашла о национальном, значит, статусе инспектора рыбнадзора, который оказался русским. И вот тут прозвучала та сакральная фраза, которая, в общем-то, теперь и в основном обсуждается. Галин заявил буквально следующее. «Я здесь на своей земле, а ты кто такой? Езжай в свое Иваново». Слушай, ты вообще откуда взялся? Езжай в Ивановскую область. Я башкир на своей территории. Впоследствии он говорил, что его неправильно поняли, что это было не Иваново, а Довлеканово, но на записи отчетливо слышно, что звучит Иваново. И, конечно же, это привязано к национальности инспектора, конечно же, это созвучно вот этой знаменитой поговорке «Татары в Казань, русские в Рязань». В общем, это прозвучало исключительно отвратительно, грязно и ужасно. Тут надо отметить такую вещь, что начавшись этот конфликт из безобидной какой-то там истории на тему длины рыбки, можно, не можно ее ловить и давайте мы вас оштрафуем на 2000, ну буквально как улицу перешел на красный свет, но тут все это мгновенно удалось превратить господину Галину в межнациональный конфликт, в какой-то, значит, там намеки на гегемонию какой-то нации над другой нацией на этой территории и так далее, и так далее. Вот именно это все активно обсуждается и в соцсетях, и уже на федеральных каналах. Поразительная и реакция Белого дома на то, что случилось вот с Азатом Галином. Как только вся эта история просочилась в прессу, а первым про эту историю написал им кассет, К слову сказать, статья была снята через сутки, я так понимаю, не без участия господина Мурзагуловы, но уже, как говорится, удержать в интернете ничего нельзя, и видео, и фактическая сторона вся разошлась по многим-многим источникам, сдержать этот поток было нельзя. Но в ответ были брошены отборные войска Башинформа, Мурзагулов, Габитов и Гайсина почему-то. Вдруг начали писать о том, что Рыбнадзор, это вообще главное зло в республике Башкортостан, что Рыбнадзор не дает дышать простому народу, не дает ловить рыбу нигде. Очень это было похоже на ту компанию, которая была раскручена в адрес Роспотребнадзора, помните, да, инспектора, повесившегося по результатам этой компании. Совершенно неадекватная, абсолютно несоответствующая по масштабу происшедшему ответная реакция Башинформа, Мурзагулов и всей вот этой своры ему подотчетных, значит, товарищей, меня, честно говоря, впечатлила. Что за истерика? Более того, Мурзагулов, примчавшись на эхо Москвы, понес какую-то совершенно галимую чушь на тему, что он этого не говорил, а Роспотребнадзор вообще обалдел, и все, значит, и так далее, и так далее. И тут вот к великой, в общем-то, радости и пониманию того, что хоть у кого-то здравый смысл сохранился, произошло заявление Рыбнадзора. В ответ на все вот эти обвинения, Агалин уже договорился до того, что там инспектор у него взятку вымогал, и так далее, и так далее, при том, что все это снималось на видео, вся эта безобразная сцена, как он качаясь вырывает там лодку из рук этого рыбинспектора, как его шатает всего, и он там весь переплясывает, но, будучи совершенно не пьяным, как он утверждал, значит, и вот вся эта картина была уже на потребу публики выложена, при этом Галин еще умудрился обвинить инспектора в том, что он у него вымогал взятку. Так вот, Рыбнадзор, четко и внятно, разложив все по полочкам, заявил, что да, они обвиняют гражданина Галина в том-то, в том-то, более того, они обвиняют его теперь в неподчинении должностному лицу, и будут добиваться, значит, по максимуму преследования господина Галина Азата Ансаровича и привлечения его к ответственности, вплоть до уголовной ответственности и, как минимум, штрафа в 70 тысяч рублей. В общем, как говорится, за что боролись, на то и напоролись. Нет, чтобы заплатить 2 тысячи, по-тихому признать, что поймал там немножко не ту щуку, ехать себе домой ее жарить, нет, значит, у Галина вспухло вот это вот его, то ли национальное, то ли чиновничье эго, тут уже надо разбираться, да, ну, по-моему, это некая смесь. Вообще, произошло это все, конечно, от небольшого ума, и я абсолютно напрасно поначалу считал, что нужно бы не ругать Галина, а разбираться в этом подробно. Я как-то вот в стриме так вот сказал, в прошедшее воскресенье буквально сразу после всех этих событий, что не знаю, что случилось, и, может быть, Азат ни в чем не виноват. Теперь, разобравшись, я вижу, что виноват он по полной программе. Руководитель, вдумайтесь, руководитель правового управления администрации главы ведет себя вот подобным образом. Ну, это не только на увольнение тянет. Это, пожалуй, тянет на еще большее, наверное, наказание, но, боюсь, что оно не постигнет Азата Ансаровича. Дело в том, что, конечно же, вот такой интерес к никому неизвестному чиновнику буквально еще накануне, этот интерес вызвал шквал информации в отношении господина Галина. Оказывается, он был ключевой фигурой вот в этой операции по передаче 513 миллионов рублей от фонда помощи предпринимателям вот этой бойцовской аношечке. Он там был реально ключевой фигурой, он обеспечивал правовую сторону, и более того, он член управляющего органа фонда по поддержке предпринимателей, как выяснилось. И то, что Галин является ценным сотрудником Сидякина, задействованным в сложных финансовых манипуляциях, я бы так сказал, наверное, спасет Азата Ансаровича от немедленного увольнения, однако, конечно, вот эта черная отметка на нем останется навсегда. Но не бывают правоведы вот такими наглыми нарушителями правовых норм. Вообще, это, конечно, ну, как бы такой абсолютно абсурдный момент. Кроме всего прочего, конечно, интерес к Галину появился, вот к новому Галину, который теперь у нас в фокусе внимания, и он не мог не вызвать шквал информации на тему того, кто он и что он. В частности, всплыла история, загадочная история с квартирой в 138 метров, которую Азат Ансарович Галин умудрился получить, внеся всего 900 тысяч рублей вот на данный момент. Там очень сложная история, это квартира в том самом пресловутом, значит, жилом комплексе Квартал, строительная компания Квартал, которая является проблемным. Но, тем не менее, у Азата Ансаровича там всплыла квартирка в 130 квадратных метров, за которую он внес аванс всего 900 там с небольшим тысяч рублей, и почему-то с него никто ничего не требует доплатить. По иной версии, по версии самого Галина, он внес 2 миллиона рублей. Ну, в общем-то, очень смутная там история. Но, тем не менее, ни 900 тысяч, ни 2 миллиона – это недостаточная сумма для оплаты столь, ну, грандиозного объекта недвижимости. И, видимо, собирание информации по поводу Галина будет продолжаться. Я думаю, мне это, по крайней мере, очень интересно. Я его знаю лично, не могу сказать, что он, ну, как бы там какой-то очень светлый образ. Ну, теперь уже вспоминая о том, кем он там был в администрации, да, при прежнем руководстве управления, правового управления в администрации главы, Азат, конечно, не был там какой-то звездой, когда еще Альбина Равиловна там правила, вот уж был профессионал, так профессионал. Он тогда был не очень приметным, ну, таким исполнителем, услужливым, значит, специалистом, который там, ну, принеси, унеси, иди дальше. Сейчас вот он сделал такую карьеру, конечно же, интерес к нему будет сохраняться, и этот интерес вполне себе обоснован тем, что, ну, мы насторожены, что вот такие люди занимаются правовыми вопросами в высшей власти республики, в общем, конечно, есть о чем беспокоиться. Я бы еще добавил, что популяция Галина в окружении Хабирова, конечно, судя по всему, превышена, и они начинают отравлять атмосферу вокруг Хабирова, вот эти все Олег, Азат, Азамат, Сергей и прочие Галины, да, которые, как бы, по утверждению Азамата не являются родственниками, но они какие-то то ли ментальные родственники, то ли скрытые родственники, но, в общем, все они несут какую-то такую ядовитую начинку внутрь администрации Хабирова, и вот мы начинаем это все ощущать. Видимо, Хабирову надо как-то немножко снизить вот это количество Галинах, которые его окружают и которые не дают ему нормально дышать. Своим заявлением о том, что Башкир Азат Галин на своей земле хозяин, а все остальные валите к себе в Иваново, пожалуй, что Азат Ансарович приумножил войско националистов в Башкирии, потому что уж очень это легло на совсем недавнее заявление Ремели Саитовой, которая тут, значит, начала бороться с армянами, которые, по ее мнению, заполонили священный Башкортостан. В общем, теперь вот Азат Галин решил бороться с русскими, которых он будет перемещать в Ивановскую область. Удивительным образом это совпало. Но на прошедшей неделе в истории с Ремелей Саитовой же случился очередной виток вот этого скандала. следователи, сотрудники Следственного комитета пришли к ней домой, пригласить ее на беседу к себе, на опрос, на допрос, я не знаю, на какое-то, в общем, процессуальное действие. И Ремеля Саитова встретила их обнаженной, о чем сама же записала видео, но чем, в общем-то, немало потрясла общественность. Я не знаю, Азат Ансарович присоединился к ней совсем идейно, или они действуют по разным направлениям вот этой вот националистической идеи, но, тем не менее, какое-то созвучие между этими двумя людьми так или иначе появилось. А еще, пользуясь тем, что мы лично знакомы с Азатом Ансаровичем, я бы хотел обратиться к нему лично. То есть не как в качестве обзора и анализа всей этой ситуации, а вот лично к Азату Ансаровичу. Азат, вот, например, я родился в Башкирии и вырос в Башкирии, и родители мои жили в Башкирии, и дети мои живут в Башкирии. Вот меня ты куда отправишь, если вдруг я тебе не понравлюсь, а я, наверное, тебе уже не нравлюсь, да, Азат? В какую область я должен отъехать? В Ивановскую или там в Нижегородскую, может, в Новосибирскую и так далее? Ты всем, Азат, заготовил адреса, куда кому разъезжаться, из числа тех, кто тебе не нравится? На каком основании ты присвоил себе право вот этого вот, значит, турагента для тех, кто должны разъехаться из Башкирии? По праву крови, что ли? Ну, тогда тебе, дорогой Азат, придется отправить очень многих далеко отсюда. Например, Артемушка Валиева, да, который на поверку оказался Артемом Крестопольским. Ему, может, прямо в Варшаву нужно ехать. В общем, Азат, есть о чем тебе подумать. Я думаю, что нужно принести извинения всем небашкирам, Башкирии от твоего лица, перестать отправлять их в Иваново, только потому, что они от тебя законно чего-то требуют исполнять. И вообще, как бы, немножко ниже плинтуса приопуститься. По-моему, ты, Азат, потерял берега. Как-то раз мы уже упоминали о том, что господин Ахмадинуров, портайгеноса Единой России в Башкортостане, катал тут девушек-волонтерок по реке на кораблике. Ну, все так посмеялись. Да, его пристрастие, вот этот его интерес к женскому полу, собственно, который ничем ненормальным не является, уже притча в языцах и в партийной организации вообще. Но теперь открылись какие-то новые, совершенно забавные подробности всей этой истории. Дело в том, что, оказывается, теплоход «Чайка», на котором катал девушек Ахмадинуров, не имел права вообще оказывать подобных услуг, выходить в рейсы и вообще вот плавать, ходить по воде. И вот здесь ситуация значительно более пикантная, нежели вот этот вот любитель девушек и морских речных прокулок. Дело в том, что теплоход «Чайка» был именно тем громким событием, когда Хабиров повелел восстановить речной флот Башкортостана, выделил деньги на восстановление хотя бы одного теплохода, который должен был положить начало возрождению речного флота Башкортостана. Выделенные деньги были освоены, теплоход был отремонтирован, как выяснилось, как будто бы отремонтировал его некий господин Салихов, и в итоге теплоход не был принят и не введен в эксплуатацию. Вот тут начались большие проблемы. И проблемы эти серьезные и не шуточные. Дело тут уже не в Ахмадинурове, который, как обычно, у нас является средоточием всяких скандальных бед для нынешних властей, и здесь уже проблемка посерьезнее. Федеральная служба безопасности на прошедшей неделе изъяла документацию и занимается вплотную тем, как и кто ремонтировал этот теплоход. Судя по всему, есть предположение о том, что деньги, выделенные на ремонт теплохода, были каким-то странным образом перераспределены совершенно в иных направлениях, нежели на нужды ремонта теплохода. Теплоход был отремонтирован несертифицированными материалами, по крайней мере, пока так предполагается, не теми материалами, которые допускаются для ремонта речных судов, а это очень строго регламентированный процесс. И, в общем, судя по всему, тучи сгущаются. Очередной провал красивых заявлений господина Хабирова. Он же шумел, что не надо формализовывать процесс, срочно ремонтируйте, начинаем катать людей. Вон там Махамзиноров уже с девушками на берегу, в общем-то, готов и бьет копытом. В общем, вот эта спешка, вот это требование срочно что-то сделать обернулось большими проблемами. Вообще, с Башкирским речным портом и вот этим вот Бельским речным пароходством большие проблемы, и, судя по всему, эта история не задалась. Опять налоговая инспекция выдвинула требования к БРП, и опять заблокирована работа этого предприятия. Не удается даже деньгами восстановить работоспособность этой отрасли. Очередной провал экономической стратегии господина Хабирова налицо. На прошедшей неделе поползли настойчивые многочисленные слухи о надвигающейся приватизации башкирского спутникового телевидения. Сами же сотрудники БСТ заволновались о том, как это будет происходить, в чьи карманы что куда утечет и как им дальше жить. Но, действительно, эта история не может не вызывать ни интереса, ни беспокойства, потому что, действительно, понимая, в чьих руках находится медийная сфера, по крайней мере, государственная медийная сфера республики, это может вызывать только панику и беспокойство. Мы понимаем, что господин Мурзагулов спит и видит, как удачно и правильно разделить вот этот вот пирог на нужные части. И одним из моментов, одним из аспектов беспокойства профессионалов по поводу надвигающейся приватизации БСТ является судьба радиочастоты «Радио Юлдаш». Неожиданная история, я сам не понимал вообще, что тут беспокоится, что такое «Радио Юлдаш». Оказывается, «Радио Юлдаш» — это самый успешный медийный проект с точки зрения самоокупаемости, доходности. И вот профессионалы и те, кто сейчас ведут разговоры о надвигающейся приватизации БСТ, очень обеспокоены тем, что господину Мурзагулову и его компаньонам по этому мероприятию удастся нивелировать стоимость чистоты, удастся продать ее за бесценок на какую-нибудь ОООшечку и тем самым увезти вот этот самый дорогостоящий и самый целесообразный, значит, один из самых, по крайней мере, целесообразных кусков вот этого холдинга БСТ в сторону, ну, естественно, в свою пользу. Пометуя о судьбе «Радио Манхэттен», в которой принял непосредственное участие господин Мурзагулов, допускать это вполне можно. В общем, будем внимательно следить за судьбой вот этого актива, будем смотреть за очередной пертурбацией в области медийного пространства республики. Честно говоря, само БСТ мне нисколько не жаль, даже если его, например, завтра закроют, наверное, никакого урона республике это не нанесет, а вот люди и вообще, как говорится, рядом находящиеся процессы и объекты, они, конечно, достойны пристального внимания. Еще одна история, которую я никак не могу обойти вниманием, и история эта касается пандемии COVID-19, которая от нас никуда не делась, как выяснилось, и Хабиров опять ушел на удаленку в своих совещаниях. Так вот, вопреки тому, что было заявлено и постоянно заявляется о том, что медики и студенты БГМУ находятся в зоне пристального внимания властей, что и о них заботятся, им там все выделяют и выплачивают. В инстаграме Радия Хабирова на прошлой неделе появилось обращение, а вернее сказать, крик о помощи одной из студенток БГМУ, девушке по имени Ильгизар, полные данные, которые у нас имеются, и пишет она следующее. Здравствуйте, уважаемый Радий Фаритович. Студентка БГМУ обратилась с жалобами в клинику БГМУ на Шофеева. Температура 37,5-2 недели, контактна с COVID. Мне сказали, что терапевт мой в отпуске и послали куда подальше, и велели вообще открепляться от клиники. Так же с остальными студентами. А если у меня COVID? В КТ мне отказали. Сослались, что у меня нет показаний. Почему студентов оставляют на произвол судьбы? До температуры я проходила практику в одной из больниц. Что творится? Куда мне идти? Конец цитаты. Кроме того, что вся вот эта история подтверждает недостоверность заботы о медиках и студентах БГМУ, меня очень насторожила реакция. Госпожа Прочаковская прохлопала вот эту запись в инстаграме Хабирова, но не прохлопал начальник организационно-методического отдела клиники БГМУ Ильдар Мухамедзянов. И этот Ильдар Мухамедзянов мгновенно среагировал и написал в том же инстаграме следующее. Здравствуйте, обращаясь к студентке, написал он. Уточните, пожалуйста, ваше фамилию, имя, отчество и дату обращения в клинику БГМУ. Меня это испугало тем, что девушка, пожалуй, рискует вообще вылететь из института. И я буду самым пристальным образом следить за этой историей, хотя бы для того, чтобы ее оттуда не выгнали. За вот эту смелость и за отчаяние, с которым она обратилась к Хабирову. Ее обращение начисто опровергает все заклинания господина Павлова и Забелина о том, что в их ведомстве все прекрасно и благолепно и замечательно. Я бы не хотел, чтобы девушка пострадала, а то, что она рассказала правду о том, как это все обстоит, это очень важно и для нас, и для медиков Башкортостана. Неожиданное продолжение получила на прошедшей неделе история с проблемной стройкой в Иглено, вот с этим объектом стройиндустрия. Помним, да, что несколько недель назад случилась там, значит, акция прямо на стройке, люди вышли с плакатами, возмущенные тем, что происходит, их быстро-быстро начали укатывать, обещать им решение их вопроса. Глава Иглено, значит, лично там в панике участвовал, клялся и обещал. В итоге на прошедшей неделе внезапно было заявлено, что вот эти объекты, разрушающиеся объекты, будут достраиваться за счет фонда решения проблем обманутых дольщиков. Очень странная история, учитывая то, что существует экспертиза, государственная экспертиза, которую принял суд, о том, что дома для проживания непригодны и достраивать их нельзя. Вот это противоречие вызвало, в общем-то, ропот в рядах дольщиков. Теперь позиция властей кардинальным образом изменилась. Если совсем недавно они уже были склонны к тому, чтобы выплатить компенсацию за эти дома дольщикам, теперь вдруг объявлено о том, что дома будут достраиваться. И здесь возникает очень важный юридический казус. Во-первых, экспертиза, которую принял суд в ходе уголовного дела против архитектора Иглинского района, является уже официально признанной, и каким образом они ее собираются опровергать. Во-вторых, архитектор Иглинского района на основании этой экспертизы получил уголовный срок и сидит сейчас в местах лишения свободы. Это что, экспертиза будет отменена и срок ему тоже отменят? Но самое пикантное, что здесь в этой всей истории задействован некий господин Макеев, в прошлом юрист Росса, а теперь непонятно кто, но человек, возглавляющий компанию, которая претендует на право проведения вот этой экспертизы. Это очень некрасивая история. И напрямую уже звучит от властей республики о том, что именно по инициативе республики будет достраиваться этот объект. Хотя буквально совсем недавно этого совершенно не было. Какая-то очень темная история, которая, на мой взгляд, еще и юридически абсолютно абсурдна. Вот сейчас дольщики написали заявление, запрос в прокуратуру, чтобы прокуратура дала правовую оценку возможностей и целесообразности проведения новой экспертизы. Несомненно, что чиновники склоняют экспертизу в сторону того, чтобы она опровергла предыдущую экспертизу. А с той предыдущей экспертизой тоже было все непросто. И эксперты негласно говорили о том, что их буквально заставляли принять решение о том, что дома можно достроить, но они не взяли на себя эту ответственность. Они же тоже не дураки. Если потом крыша рухнет, кто за это все будет отвечать? Ну, в общем, вот неожиданный оборот в истории со строя индустрией в Иглено. Я многократно упоминал о бездействии, о неспособности к эффективной работе сектора внутриполитического, сектора администрации Хабирова, вот этой вот управления по взаимодействию с общественными организациями. И многим кажется, что это для меня какая-то навязчивая идея. На самом деле это не так. Я просто как человек, который работал в этой сфере, и понимает, как это должно быть устроено, возмущен тем, как это работает сейчас в Башкирии. И вот вам еще одна иллюстрация того, что в Башкортостане практически не уделяется никакого внимания межконфессиональным и межнациональным отношениям, и все это принимает уродливые формы. На прошедшей неделе в городе Белорецке случилась совершенно возмутительная история. То ли на Курбан-Байрам, то ли на День ВДВ был проведен вот такой вот перформанс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Какие-то ряженые с автоматами, изображающие непонятно кого, с криками «Аллах Акбар», идут куда-то в неизвестном направлении, другие ряженые с ножами и такими же автоматами нападают на них, режут им горло и утаскивают их в импровизированные кусты. Что это должно было иллюстрировать, что это должно было как бы инсценировать, я так и не понял, то ли борьбу спецназа с ваххабитами, то ли еще какие-то события, но выглядело это, конечно, совершенно ужасно. Дело в том, что верующие, особенно на фоне прошедшего праздника Курбан-Байрам, отметили для себя вот в этом перформансе, что подобные вещи делать совершенно недопустимо. Дело в том, что возглас фразы «Аллах Акбар» – это так называемый «такбир». Это форма поклонения Богу, и это вовсе не девиз Аль-Каиды или каких-нибудь еще запрещенных и террористических организаций. Та темнота, которая сконцентрирована в голове людей, занимающихся внутренней политикой и межконфессиональными отношениями, видимо, и породила подобные уродливые формы иллюстрации. Я не знаю, кого хотела взбодрить администрация Белорецкая, кому она хотела внушить патриотические чувства, показывая, как одни люди режут другим глотки только за то, что те кричали «Аллах Акбар». В общем, конечно, Бодрановы, Кельсинбаевы и прочая вот эта вот смутная кампания, которая у нас имитирует внутреннюю политику в республике Башкортостан, должны быть немедленно удалены с этих должностей, потому что, не дай бог, они доведут до чего-то еще более страшного нашу республику, которая, судя по всему, осталась без всякого контроля, без всякого внимания со стороны вот этого сектора власти. Субтитры создавал DimaTorzok